Продолжение следует... Мы ведем запись вебинара, она будет вам доступна, отправлена на почту, и после вы сможете пересмотреть вебинар. Большое спасибо, Алексей, передаю вам слово. Добрый день, коллеги. Сейчас я включу презентацию. Включил. Так, я начну с короткого... Видно всем презентация, да? Да, все видно, спасибо большое. Я начну, коротко расскажу про завод, про нас, и потом перейдем к Wi-Fi. Возможно, не все знают, но там коротко расскажу. Так, начнем с компании. То есть сам завод LTEX имеет 30-летнюю историю развития. На предприятии находится в Новосибирске, там выполняется полный цикл разработки и производства. То есть от разработки схем и программного обеспечения до выпуска в серию продукции. LTEX – собственный штат разработчиков-программистов. А сервисный центр – след к круглосуточной технической поддержке, обновлению ПО и ремонт. Сейчас, секундочку, я еще открою. Давайте, чтобы в чат видеть. Производственные комплексы находятся в Новосибирске и в Казахстане, то есть есть LTEX и LATAU. Данные комплексы позволяют выпускать более 20 миллионов портов в год. То есть основной производственные комплексы данной разработки находятся в Новосибирске. Также система контроля качества сертифицирована по международному стандарту ISO 9000. Что предлагает LTEX? Это оборудование для построения транспортных сетей, Ethernet-коммутаторы, сервисные маршрутизаторы. Это оборудование полное, точки доступа и базовой станции Wi-Fi, мультисервисные ВИП-решения, то есть это ФКС, транковые шлюзы, пограничные контроллеры сессии, IP и ТС, контакт-центры. LTEX является отечественным производителем в полном соответствии с критериями Минтонторга, Ростелеком, Газпром, Роснефть. То есть в Газпроме и Роснефте проходились тесты, и оборудование LTEX включено в перечень рекомендуемого оборудования для использования. Также права на конструкторскую документацию и сходные коды принадлежат компании LTEX. Оборудование LTEX имеет status-tor, то есть ввенесенный реестр, и АПО включено в реестр отечественных программ Минкомсвязи. Про нас. LTEX Solutions – это официальный дилер российского производителя оборудования связи LTEX с восьмилетней историей. Мы оказываем техническое сопровождение проекта по всей России от разработки проекта до поставки, запуска оборудования в эксплуатацию. К нам обращаются проектные организации, интеграторы, государственные и корпоративные заказчики. На основе исходной задачи мы разрабатываем различные варианты схем связи, технические решения, на основе которых составляем необходимую спецификацию оборудования. После успешного согласования мы планируем производство и обеспечиваем наличие оборудования к требованию срока поставки. На этапе запуска осуществляем техническую поддержку и сопровождение. В центральной части наш хороший партнер – это IT Global.com, с которым у нас много проектов, и в частности проводим очень часто какие-то мероприятия. Далее я уже проведу обзор текущих беспроводных решений, которые мы предлагаем для решения различных задач. Разберем пример реализованных проектов, от локальных проектов до проектов федерального уровня. И познакомлю вас с планами развития Wi-Fi на этот год. Новые точки доступа и контроллер, который сейчас появился. Начнем с обзора федерального проекта «Цифровая образовательная среда», который берет начало 2019 года. Задача – создание современной безопасности цифровой среды для школьников, обеспечивающей доступ к интернету для занятий в школе, доступ к цифровым образовательным программам и возможность удаленного доступа к образованию. В регионах были построены распределенные сети Wi-Fi с централизованным управлением на базе Минцифры или ДИТа. Далее перейдем к схеме. На примере Новосибирской области в ДИТ был разверзан программный контроллер софт ВОСИ для централизованного управления и мониторинга точками доступа. В школах была организована беспроводная обешевная сеть на базе точек доступа LTEX. С помощью маркетингатора LTEX ESR был создан защищенный канал между ДИТом и школами. По итогу проектов ученики получили Wi-Fi-сеть, которой они могут пользоваться, и с легкостью они могут подключаться к образовательным ресурсам. В каждой области была построена такая распределенная сеть Wi-Fi. На данный проект мы можем сопоставить с любой фиальной сетью любого крупного заказчика. На примере такого решения у нас также реализованы многие проекты. Расскажу по примерам. Один из них – это бизнес-центр «Морская резиденция», который принадлежит Газпрому, где был установлен 450 точек доступа Web2AC и Web12AC. Основная задача – это построение распределенной сети с единым центром управления и поддержка бесшовного роуминга, разделением сети для сотрудников и гостей, то есть разные ситы, чтобы были. Также подобный проект на точках доступа Wi-Fi 6, Web3AC был реализован в образовательном фонде «Талант и успех», принадлежащий образовательному центру «Сириус», с централизованным управлением через софт и лси. Фонд имеет достаточно много объектов, различные образовательные учреждения, детские сады, спортивные объекты. Они распределены на территории, в каждом здании организована своя Wi-Fi-сеть, которая управляется централизованно из одного места. Еще один проект в данном разделе – это PowerOS сети «Центр». Там было две задачи – построить корпоративную сеть Wi-Fi в административных зданиях и Wi-Fi для автоматизированной системы управления технологическими процессами. То есть необходимо было обеспечить доступ сотрудников ремонта до СУТ-ТП. То есть когда сотрудник, заходя в помещение, у него есть с собой планшет, у них там разные помещения, он должен был, заходя, подключаться автоматически именно к той системе, к которой он зашел. И также у них еще была нательная камера. То есть эта задача была реализована, был пилотный проект, в том, как в него было установлено тысяча точек доступа в WebVC. Это были классические решения для организации безшеланной Wi-Fi с централизованным управлением и распределенной сетью. Дальше в качестве еще одного часто используемого примера решения предлагаю рассмотреть сети Wi-Fi с высокой нагрузкой. Это когда на объекте находится большое количество пользователей, например, на выставке или стадионе, мы предлагаем использовать точки доступа с поддержкой секторных антенн. Данное решение позволяет с помощью секторов увеличить плотность точек доступа. В теории одна точка доступа в WebVC может покрыть данную площадь, но для того, чтобы именно разделить большое количество пользователей и нагрузку между точками доступа, мы используем разделение на секторы. Данное решение применялось в Новосибирском экспоцентре, где была организована стабильная Wi-Fi сеть на территории здания. Также на конференции разработчиков CodeFest, посвященной актуальным вопросам разработки и управления проектом, также был обеспечен Wi-Fi и бесплатный доступ с информационным участниками предприятия. И на Восточном экономическом форуме тоже применялось такое решение. Это такие более крупные проекты, которые выделил я. Еще один пример на точку доступа наружных ВОП. Эти точки доступа имеют высокий класс защиты IP65. Был у нас проект организации Wi-Fi в цехах Челябинского местокомбината. То есть там помещения требовали высокой степени защиты от влаги, так как промывали их мойкой высокого давления периодически. То есть помещение нужно было мыть. А вот оборудование точки доступа ВОП в ходе тестирования справилось задачи и были организованы, в нескольких в них там цехов, была организована Wi-Fi сеть. То есть нужно было и для подключения различных их устройств, и в принципе, чтобы точка доступа справлялась с влагой. Это такие основные решения, которые сейчас применяются. Далее я расскажу про точки доступа, какие сейчас имеются. На этом слайде представлены карты решений для построения беспроводной сети. То есть две группы устройств для внутреннего и наружного исполнения. ВОО – это проекты, где не требуется большая функциональность, но большую роль играет стоимость. Мидл – средний по производительности и функциональности. И HD – самое производительное и функциональное устройство. На данный момент в основном используются решения Wi-Fi 5 и точка доступа в Web3iX, которая одна из первых семейного Wi-Fi 6 была выпущена предприятием. Но сейчас планируется выпуск новых устройств Wi-Fi 6 – Web3iL, Web30iL, Web30iL и Web30iL. Web3iL и Web30iL – точки доступа внутреннего исполнения для средних корпоративных сетей с поддержкой антенн Мумайма 2х2. Web30iL уже, кстати, выпущена. Сейчас предсерийная первая партия вышла. Web3iL еще пока ждем. Web30iL – точка доступа внешнего исполнения с поддержкой омни-секторных антенн. И Web30iL будет поддерживать встроенную секторную антенну. Это решение разработано как раз для задачи высоконагруженных сетей, где необходимо применение секторных антенн. Ранее я рассказывал про точку доступа в Web, где мы применяли, но там секторные антенны были отдельные. То есть нужно было поставить точку еще рядом с ними антенну. А Web30iL будет уже поддерживать внутреннюю секторную антенну. Далее переходим к способам управления. На данный момент используется решение SoftVLC. Это программный контроллер, который устанавливается на сервер. В этом году LTEX дал старт новой некий аппаратных контроллеров VLC. Контроллер был до этого VLC HV50 и VLC HV100. Но это сервер обычный, на который LTEX устанавливал ПО. То есть это тоже программный контроллер, просто он уже в коробку зашитый. А VLC – это уже контроллер на основе ESR. То есть он будет сочетать все функции маршрутизации, межсетевого экранирования и контроллера Wi-Fi. Данное решение делает универсальным для построения локальных, защищенных сетей на предприятиях и в офисах. На данный момент доступен VLC 30, который поддерживает до подключения до 150 точек доступа. В планах развития разработки контроллеров от 1000 до 2000, пока возможно, еще будет на 3000. Так, ну здесь я все рассказал. Возможно, какие-то вопросы есть у вас. В чате можно задавать. Так, коллеги, ожидаю вопросы. Так, ну и смотрю. В чате вопросов, к сожалению, не вижу. А, все вижу, да. Так, первый вопрос. Сиды на контроллеры можно в разные ван добавлять? Да, можно. Есть решение для мостов. На самом деле, точки доступа почти все поддерживают режим моста. Есть как маленькие точки доступа ВОП-2Л, ВОП-3Л, ВОП-3Л. Они, в принципе, все поддерживают режим моста, даже абонентские станции. То есть здесь нужно понять, какое расстояние нужно и, в принципе, что передавать. И подобрать решение можно. Так, планируем мы к выпуску новые точки доступа, как ВОП-3Л или поддерживать межтехнологию? Нет, пока ВОП-3Л не поддерживает межтехнологии, к сожалению. Так, управление оборудованием через SMD или есть веб? Есть веб. Вы имеете в виду, если мы говорим про контроллер, то через веб. Ну и на самой точке доступа есть веб, но она немножко ограничена. Через контрольную там больше. Есть сравнение с зарубежными, но геймплюсы и минусы. Если мы смотрим Cisco, например, в принципе, сейчас очень много меняет точек доступа. То есть Cisco, например, ушли с рынка Huawei точки доступа. Ну, заказчики на самом деле ставят и, в принципе, функционал, который нужен, их устраивает. Если нужны прям детальные сравнения, то есть нужно мне или коллегам из ZT Global присылать, как с какими точками доступа, каких производителей. Возможно, есть какие-то примерные точки доступа. Мы, если нет, можем составить. Если есть, то просто отправим. Кто-нибудь в розницу оборудование продает. Немного не понял ваш вопрос. Можете чуть пояснить. Так, дальше вижу Cisco, Microtik, Ubiquity. Да, я думаю, с Cisco, с Ubiquity точно есть сравнение. Вы, пожалуйста, запросите у коллег из ZT Global, и мы пришлем. То есть там таблицы с разными точками доступа. Мы пришлем, покажем. С Microtik, не знаю, надо посмотреть. Но если нет, то можем сделать. Про оборудование в розницу я немножко не понял вопрос. Если не сложно, напишите более подробно. Кто-нибудь, ну, все продают, наверное, в розницу. Кто-то не продает. Кто-то может скидки делать заказчикам. Здесь смотря, что имеется в виду. Про мосты, кстати, спрашивали. Даже делали мост. Есть у нас решение БШПД еще. То есть базовые станции и, получается, абонентские терминалы. То есть ставится базовая станция и уже на расстоянии абонентские терминалы. То есть Турстелеком такое решение в деревнях применял, чтобы расширить. И вот эти вот абонентские терминалы, они на самом деле не такие мощные. Ну, даже из них делали. Вот в Краснодаре, я помню, мост небольшой, там, до 500, что ли, метров. И тоже справилась, в принципе, с задачей. Так, софтверо-контроллер Wi-Fi, что из себя представляет в МЛИПО на Linux, Windows? Так, его можно развернуть как на виртуальной машине, так же и на Ubuntu, получается, делается. То есть точек доступа, до 100 тысяч точек доступа в зависимости от мощности сервера. То есть тут сейчас не написано, посмотрю. Да, до 100 тысяч точек доступа, вот презентации на слайде. В Ростелекоме, например, есть у них по всей России где-то точки доступа, но у них контроллер один. И там у них, вот, у них как раз около такого количества точек доступа и есть. Ну, там десятка тысяч. Так, вопрос про сети размером 1, 2, 5 точек доступа. Как понять бюджетное оборудование для небольших офисов и домов? Для небольших офисов и домов, если 5, там, точек 2, 3, есть более бюджетные точки доступа, это Web1L, это Web2L, это Web2L внешние, да, то есть они достаточно дешевле, чем остальные, то есть, ну, в два раза, по крайней мере. И мы их обычно предлагаем. То есть если там нужно просто обычную сетку развернуть, чтобы сотрудники могли подключиться там к телефону, чтобы там, не знаю, в Телеграме там или где-то пообщаться, какие-то, возможно, подключиться к каким-то мероприятиям, то эти точки доступа подойдут. Здесь только вопрос управления, контроллер. Контроллер. На самом деле, в SoftVLC контроллер, он, можно хоть сейчас скачать и попробовать, да, и он по дефолту 3 точки доступа поддерживает. То есть если там вот такая прям маленькая сеть, то можно использовать такой контроллер небольшой, да, если больше, ну, там нужно уже смотреть, что нужно, нужен ли бешон Wi-Fi. Так, как происходит лицензирование контроллера, лицензирование точек или палата только за аппаратные устройства, лицензии нет в принципе. Если мы говорим про контроллер SoftVLC, который ПО, там, получается, есть сам SoftController, есть там еще лицензии на дополнительные сервисы. То есть там WITS, Airtune и еще какая-то третья. Нет, две их, две. Вот, здесь сам контроллер, он доступен, его можно хоть сейчас скачать и установить. Лицензируется, получается, добавление каждой точкой доступа. То есть если у вас 50 точек доступа, вы покупаете 50 таких опций. Если там 10, то 10 опций. Что касается аппаратных контроллеров, то они уже, в них зашита поддержка, там, до 150 точек доступа, например, VLC сейчас новый, VLC 30. Там он будет поддерживать до 150 точек доступа. То есть меньше сделать нельзя, там, уже полонокат, в принципе. Вот так вот. Как-то так. Так, я ответил на вопросы. Возможно, что-то непонятно еще. Могу более подробно рассказать. Так, есть ли поддержка 2X VLC 30, контроллер... Смотрите, то есть по поводу отказоустойчивости. Пока это не поддержано, но контроллер новый, это стоит в плане задач разработки. То есть это будет сделано. То есть кластер будет сделан однозначно. Сроки пока называют... Чтобы не мануть, ну, не раньше конца года точно. Это надо посмотреть. Я точно не помню уже. Но это точно в плане стоит. Я недавно как раз тут уточнял. Это в плане стоит. Здесь, если нужен точный срок, если есть какие-то планы и нужен точный срок, я могу точную информацию уточнить. Также можете запросить у коллег. И они вам ответят. Все себе это помечу. Я организаторам передам это потом. Возможно, еще какие-то вопросы есть. Так, СИП-телефония совместима с другими телефонными аппаратами. Вы имеете в виду АТС наши совместимы или с другими телефонными аппаратами. Да, то есть у нас нет привязки к... Ну, то есть там протокол СИП или H323 поддержан. Да, то есть по СИПу любой аппарат цепляется. Здесь вопрос, какой нужен функционал телефона. То есть если мы берем ЦИСК, то у них свой ЦИСК какого-менеджмента, там телефоны их обычно перепрошивают, чтобы они работали. А если мы берем обычные ялинки, кто там еще есть, вылетели все телефоны из головы. Ну, в принципе, все обычные аппараты, СИП-аппараты поддерживаются. То есть не всегда даже наши ставят. Обычные ялинки ставят или какой-нибудь и сцена более дешевый, или еще кого-то. Если мы говорим про телефонию и еще есть там модуль автоконфигурирования на соцсвече, например, то там уже нужно смотреть какие телефоны, потому что... Ну, это модуль автонастройки телефонов, чтобы централизованно можно было все телефоны настраивать с одного места, то там пока не все телефоны поддержаны. То есть там часть каких-то ЦИСК и ялинки какие-то поддержаны. Надо смотреть, какие... А если просто по работе, что с ЦИСК, то, в принципе, ограничений нет. То есть у нас никаких закладок, чтобы только с нашим работал, такого нету. По открытым протоколам все. Есть ли статистика выходов из строя точек о важных помещениях? Честно говоря, не знаю про такую статистику. Возможно, ее можно собрать, но по опыту, то есть точек доступа много, отгружается по опыту, не возвращается с точки доступа обычно часто в ремонт. То есть там есть все равно какой-то процент. Но вот если мы берем проект мясокомбината, который говорил, это я его просто вел лично, и там сколько-то, наверное, года 3 или 4 назад было, и в принципе они запустили, все поставили. Потом еще немного провод докупали, еще на помещении, и ни разу они все настроили. То есть мы же изначально с ними отправили на тестирование, там с местным партнером, они все это протестировали, попробовали, там и водой пополивали, и все, что только не делали. Все, им все понравилось, потом они установили, и больше все им настроили, и после этого от них обращений каких-то по проблемам не было. То есть в ремонт не возвращались, ну они еще зипсы, конечно, брали, там одну или две точки. Ну, не было таких вопросов каких-то по ремонту точно. Также еще оборудование можно взять в тест, то есть здесь нужно обсуждать уже индивидуально какое и для чего. Ну, в принципе, точки доступа тоже мы в тест даем, чтобы вы могли там убедиться на самом деле и посмотреть сами, как работает, то есть и проверить функционал. И про влажное помещение еще очень важно. Там в инструкции прописано, как точку доступа установить, ну, как там изолировать все. Очень важно это выполнить, чтобы потом не было никаких проблем. То есть это прямо подробно описано, например, на WAP2IC прям в инструкции написано, как ее правильно установить. Так, ремонтопригодность точек только сервисный центр, запасные части, может, какие-нибудь продажи есть. Нет, здесь только сервис-центр, то есть там плата единая, то есть никаких там субмодулей нет, там плата просто. Если мы, ну, и антенны отдельно устанавливаются, ну, антенны, я не разный, если что-то выходили из строя. Здесь или отправлять сервисный центр, можно заложить в zip, если у вас много точек доступа, можно просто в zip одну-две взять, если вы сомневаетесь, чтобы они у вас всегда были. То есть там настройки же можно сохранить и перекинуть на точку доступа, все с контроллером можно установить. Да. Так, обновление по железке, как происходит, ручную или авто? На самом деле можно, и ручную, и можно автоматическую при появлении. Через контроллер можно настроить автоматическое обновление, когда появится. SR-100-200, исключительный маршрутизатор. По его решению, типа CIS-касса, какие-то предлагаете. Так, CIS-касса. Здесь надо посмотреть, что это такое. Моршрутизаторы. Систевые экраны. На самом деле у нас маршрутизаторы, они универсальны. То есть маршрутизаторы и мышечистевой экран, это же немножко разные. Да, маршрутизаторы больше на маршрутизацию, мышечистевой экран больше на защиту. Но у нас как бы называются не маршрутизаторы, например, SR-100-200, есть у нас линейка и SurfStack. Они уменьшистевые экраны называются. На самом деле это одинаковое устройство, то есть они, у них и Firewall есть, и защита вся. То есть в железке в одной все собрано. На самом деле здесь надо смотреть, именно какую конкретную железку вы хотите, чтобы подобрать. При постоянной работе при минус 30 также описаны защиты, как и для важных помещений. Если это прописано, что она может при минус 30 работать, то данность же будет работать. Здесь я просто немного не понял. Прописано. Вы же посмотрели, что прописано, или это вопрос? Я точно не помню какой-то там температурный режим. Для каждой точки доступа на самом деле разный класс защиты. То есть, который новый WAP30L, который на Wi-Fi 6, там, например, класс защиты немножко другой. Там он не IP65. IP65 – это Wi-Fi 5 у нас решение. Там меньше, например. И про межсетевые экраны понял. Да, это, в принципе, линейка ESR. Просто нужно подобрать подходящие. Firewall на них на всех поддержит. Про температурный режим все-таки на каждой точке доступа там разный температурный режим. Если это внешне, WAP – это внешне, WAP – это внутренне. На WAP-ах там большой температурный режим, класс защиты большой. А на внутренних там, конечно же, маленький. Коллеги, мы заканчиваем. Алексей, огромное спасибо за презентацию. Большое спасибо тем, кто задавал свои вопросы. Если на какой-то вопрос не успели ответить или он пришел к вам в голову только сейчас, пожалуйста, обратитесь к своему sales-менеджеру ITGlobal.com или свой вопрос можно направить на email sales-собака-IT-глобал.com Также он есть на нашем официальном сайте. Большое спасибо, что пришли. Еще добавлю немножко. Если прям нужны консультации, вы можете, коллеги могут меня попросить, мы можем там трехстороннюю конференцию устроить, чтобы более подробно рассказать, чтобы не ходить туда-сюда. Это, кстати, у нас тоже есть. И по поводу контроллера, вопрос последний был, да, поддерживается там отказоустойчивость. Теперь все. Спасибо. 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 Спасибо.